здравствуйте дорогие друзья с вами я ольга ушакова и наша программа планы на жизнь сегодня у нас в студии необычный гость настоящая сказочница наташа ростова добрый день наташа здравствуй оля как ты пришла к тому что начала писать сказки но я что это такое нас не самый начинающий сказочница прям я на низком старте можно сказать пришла к этому довольно просто сидела думала вот чем я могу заняться кроме как это какой-то грубой физической работы или офисной работы которые мне сейчас не по плечу и просто написала такой пост небольшой в фейсбуке причем не заметила что написала его в общей ленте хотела написать спросить у девочек у нас есть такой небольшой анклав подружек вот поэтому там пост был такой серии девчата вот там хочу начать писать сказки что-то вот мне переклинило как думаете как пойдет и тут в личку случилось просто невозможное количество запросов сразу посыпались предложения а посыпались предложения да а сколько денег а какие сказки а какие сроки там в общем на самом деле прям для меня это было очень то чтобы неожиданно конечно я ожидала что будет какой-то отклик ожидала девочек от своих оказался получился и получил за и получил его на лан там уже понеслись репост думала ну пусть ну вот раз так случилось значит так оно и должно быть и в итоге у тебя уже есть сказки написаны на написанные сказки две штучки пока вот мало того я я не только пообещала родителям сказки я пообещала каждому ребеночку книжку посвященную ему то есть сказка в виде книжки с фотографиями с иллюстрацией про него сказка получать сказка это скажем про ребенка про ребенка на самом деле я думала о детях конечно а потом уже пошли запросы написать сказку про столетнего дедушку дедушки юбилей написать там монографию написать то все в общем запросов очень много они разные я вот теперь думаю как это все разгребать потому что дело оказалось непростым сказка это наверное 10 процентов от общей работы которую предстоит сделать это найти хорошую типографию на пограстью до качественно говорится да там макет верстка слава богу мне есть муж который прекрасно разбирается да и помогает мне а в каком процентном соотношении вот ну типографии от а сочиняешь за сколько как это тебе тебе удается жить не так просто ну ты знаешь как правило ко мне вдохновение приходит в те моменты когда я лежу не могу долго уснуть вот легла и не спится не не спится какие-то мысли вот приходят начинают это сознание работать и я процесс да и я что-то там быстро черканул что мне чтобы не забыть утром и как но как довольно быстро у меня получается дня за три вот сказка конечно мне обязательно нужно у родителей родители потрепать немножко поспрашивать что любит ребенок но это автобиографическая же сказка да естественно было похоже на главного героя да что кем он хочет стать как как зовут маму и папу есть ли братья сестры в общем полный такой комплект и информация о ребенке тогда уже как-то сама собой сказка выстраивается наташ вот я узнала тебе впервые это было 2015 году я мы еще не были с тобой знакомы но я увидела информацию о том что тебе нужна помощь что у тебя онкологическое заболевание как вообще случилось как-то узнала диагнозе что что произошло вот этой жизни как с чего все начиналось вот эта неприятность жизни неприятность на самом деле началась очень приятно но об этом мы чуть позже говорим вот узнала самым тривиальным способом наверное как многие в ходе самообследования что-то нащупала нащупала да у себя вот причем самообследованием я как журналист который всегда в теме и очень много я в медицине я не то чтобы разбираюсь в медицине наверное уже сейчас получше любого доктора ну и раньше я все прекрасно понимала как нужно себя обезопасить вот причем за месяц до событий описываемых я у себя ничего не находила а вот а через месяц я нашла маленькую горошинку крошечную такую откуда она взялась вообще вот месяц назад ничего не было вот плюс мне приснился прям накануне нехороший сон что правой груди там идет кровь то ну вот надо же сразу сон в руку я сразу написала кириллу своему мужу тогда будущему мужу вот так и так он говорит я уже что делать там иди к врачу что делать с ума сошла сразу иди к врачу и я пошла к врачу в обычную городскую поликлинику сделали мне скажи мамограмма многие узи мамограммы мне сделали мамограмму сказали ой девочка да это фибраденома вообще не переживай вот через годик покажись отправили на 3 на год отправили до отдыха да у меня прям сохранилась это их бумажка написано фибраденома так а потом как но у тебя под сомнения были какие а потом сомнения опять же возникли у кирилла который сказал слушай давай-ка обследуемся как следует они так как сказали в поликлинике вот и пошел сколько по времени это было после обследования ну я вышла из поликлинике тоже сразу сказали шла через дорогу то есть это было перешла через дорогу смотрю медицинский центр зашла и платно сделала узи груди и там не уже сказали ой-ой-ой что-то это ваша фибраденома не похожа на фибраденома вот но потом уже по протаренный кириллом чуть ранее дорожки я отправилась в институт рентген и радиологии в москве здесь на профсоюзе там еще один рентген сделать чтобы уже наконец-то понять что там ну я пришла к мамологу вот с результатами узи с результатами мамограммы мне назначили пункцию пункцию сделали сказали да что то там вообще ситуация накаляется потом сделали клетки были обнаружены были обнаружены потом сделали биопсию прицельную уже это подтвердили диагноз и назначили дату операции причем настолько все было буднично настолько все было как-то плавно и спокойно для тебя было где-то да для меня было с то есть ты не волновалась я волновалась внутри но кирилл был настолько спокоен чисто внешне давай наверное все таки расскажем про кирилла как это случилось ведь за несколько дней до того как ты узнал о своем диагнозе встретил настоящую свою любовь да как за за три дня за три дня дать за три дня до того как я узнала ощупала себя скажем так да мы стали встречаться с кириллом и вот человек знает тебя три дня ты узнаешь диагноз у меня рак и как и что ну вот человек знал меня 15 лет до этого мы коллеги а чем вы занимались я работала на радио играла как диджей по клубам кирилл музыкант диджей в прошлом хотя я не знаю бывают ли бывшие диджей музыканты хотя сейчас он занимается несколько другим делом дизайнер но короче говоря мы друг друга знали но несколько лет не виделись и сложная встреча и кирилл меня позвал на мероприятие поработать которые он устраивал и мы мы там встретились и в общем поняли что что любите но не то чтобы любим ну как-то вот но из мира проскочила между вами искра да хорошо но вот он узнал об этом как отнесся вот три дня знаете правда 15 3 дня как отнес да вообще отлично искала все мы готовы мы будем биться на доктор что надо делать он ходил даже с тобой к врачам да он ходил со мной по врачам дело в том что кирилл особенный человек в некотором роде потому что его бывшая супруга пережила рак груди и он с ней прошел все ступени болезни и излечения от а до я он знает что это такое он знает как с этим бороться он знает как психологически себя вести то есть этот хранитель на тот момент не только мой но и бывшей жены да и поэтому было смешно когда мы они с бывшей супругой она лечилась там же в рентгенрадиологии когда мы приехали туда к тем же врачам врачи сказали мы вас помним а девушка все-таки другая типа его карла что ли у вас так вот поэтому он ничего не боялся и глядя на него не боялась я потому что я знала что передо мной человек который в общем-то он все прошел и фактически это был твой ресурс твоя так сказать дополнительная сила в борьбе с этим оленька да он конечно страшно не любит когда об этом говорю но серьезно и я одна не справилась бы наташ но вот у тебя же не непростая ситуация и ты узнала о том что у тебя рак летом в июне до до в июне я не договорил мы начнем выдали список обследование назначили там через неделю операции сказали но вообще там предварительная третья стадия в общем-то это ничего страшного мы сейчас тебя прооперируем потом прохимичем и все и гуляй метастаз нет нигде все отлично все будет хорошо вот и первым самым первым обследованием был рентген легких для операции вот я там же в рентгенрадиологии пришла на рентген легких вот сделала его выходит рентгенолог с круглыми от ужаса глазами говорит деточка кажется приехали что случилось он говорит мне кажется у тебя метастаз в легком я думаю что ну я как бы немножко стекла по стенке потому что понимала что легкий когда задействованы уже метастазы думаю странно в лимфоузлах их нет а тут сразу легкая думаю как то все непонятно тут же меня отвели на коты на коты выходит молодая девчонка горит и бодрым таким голосом а вы никогда говорит туберкулезом не болели легких и тут конечно скажу честно естественно меня сразу мне выдали маску там собрали небольшой консилиум посмотрели кт это был туберкулез это был туберкулез да уже в стадии обсеменения в стадии распада уже была каверна в легком такая дыра то есть это не метастаз это приличная да но мне сказали очень непонятно что хуже или лучше вообще даже слова не подберешь метастаз это очень плохо на туберкулез мы такого не видели поэтому иди-ка девочка в туб диспансер вот и там уже решай а как же рак они там что-нибудь придумают а у тебя же даже симптомов не было не было симптомов никаких я не кашляла ну начнем с того что я не курила никогда в жизни сигареты и я достаточно такой зожный образ жизни вела ну это просто мистическая какая-то история она тогда мне казалось что да мистическая уже сейчас думаю об этом я понимаю что все таки все к тому шло вообще вся история моей жизни разворачивалась и шла к тому что вот должно было что-то случиться чтобы меня шарахнула по башке и сказала вот давай ка ты подруга разворачивайся да на 90 градусов и шуруй в другую сторону так и вот значит они говорят идите в туб диспансер а дальше что в туб диспансер приехала там тоже посмотрели квадратными глазами и сказали ну такие да и причем главный врач туб диспансера она говорит я не буду скрывать я работаю 45 лет уже здесь я таких случаев не встречала вот я не знаю никого кто встречал бы такие случаи у меня дар речень потерялся вот наташа что это значит не встречала это что запущенная форма такая или что природа устроена таким образом что она два смертельных заболевания сразу в этом в одном теле она не дает им расцветать либо одно потом другое либо просто одно очень часто бывает что туберкулез идет вместе с вич 2 смертельные болезни но тут схема она учение было уже какая-то от правильно да схема лечения было и вообще две болезни созависимые друг от друга а здесь туберкулез он лечится совершенно по-другому это антагонисты лечения с онкологией и рака да туберкулез он подстегивает лечение от туберкулеза подстегивает иммунитет лечение от рака наоборот его убивает и там очень много разных нюансов вплоть до питания когда болеешь туберкулезом нужно кушать стейки с кровью каждый день ни в коем случае не худеть набирать вес онкология предполагает онкология предполагает держать себя куда в норме там как-то так очень много было несостыковок вообще по болезни они до сих пор есть но я все время прости все время с тем и съезжаю мне как куда-то в сторону уводит ничего страшного в итоге пришла в туб диспансер все развели руками мы не знаем а дальше куда да дальше сказали короче все мы тебя кладем в туберкулезную больницу в сокольниках вот там они пусть сами решают что делать отлично игра что с раком ну они там что-нибудь придумают там напротив есть онкологическая больница может они там онколога пригласят я говорю может быть пригласят то есть это то есть развивалось это достаточно все быстро да от момента постановки диагноза то июня до до с конца июня и вот там 17 августа сейчас помню мне поставили диагноз туберкулеза 24 августа мне уже выписали направление в больницу и все это время мы с кириллом копали разные копали информацию посылали запросы в разные клиники за рубежом отовсюду мы получили отказы в ходе там поисков выяснилось что таких случаев было всего два описанных в мире туберкулез легкого и рак груди именно в таком сочетании причем обе женщины умерли но одна умерла от неправильного лечения а другой просто неправильный диагноз поставили у него был оказывается туберкулез груди тоже редчайшие заболевания очень редкая которая похожа на рак груди вот и в общем все от меня третий случай и все отказываются в итоге отказались всех смутило всех а там израиль там всю европу германию америку во всех естественно смутила смутил диагноз туберкулеза все сказали о вас в россии хорошо вылечит вообще и поэтому давайте вы там от туберкулеза пролечитесь а потом приезжайте к нам за большие бабки лечитесь у нас и в итоге ты нашла врача в итоге нашла в итоге для начала мы приехали с кириллом больницу в школьниках зашли в отделение хирургической куда меня отправили вот увидели веселую гоп-компанию состоящую из алкашей в общем болезнь людей не устроена да 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 все там кто без ноги кто без половины лица кто со свящами страшными и я такая ну да и я такая личная девочка лично девочка захожу это отделение а там тихий ужас просто тихий ужас я вот так села в стул так вот вцепилась говорю кириллу говорю пожалуйста не оставили мне здесь пожалуйста не оставляй меня здесь а мы же не знаем что как поступить вообще что делать ну вот уйдем мы сейчас из этой больницы и что дальше наедине с этой болезнью кто займется кто займется кто вообще кому это интересно кому это нужно к тому моменту мы поняли что люди просто умыли руки потому что протоколов лечения нет совместного а у тебя и лечение не начиналось на тот момент да ведь не было нет никакого не было лечение мне нужно было сначала прооперировать удалить каверну что-то придумать с мастектомии но никто не брался потому что в тезиатры не имеют допуска оперировать онкологических больных онкологии не может брать к себе в стационар больных с открытой формой туберкулеза и выход какой выхода не было выхода не было у кирилл конечно увидел что я вообще просто в состоянии не стояние я сидела белое полотно вся тряслась как осеновый лист и даже дородные ходили тетки медсестры которые там знаешь любого буйного могут смирить и они подходили ко мне играли девочка отчет это делаешь это зачем тебя сюда прислали я горит так и так они ой 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 типа ну то есть понятно что был шок для тех кто уже много чего повидал конечно ну шок шок мы думали что они там видели конечно для меня это был шок мы каким-то чудом оттуда подписали тучу бумаг мы оттуда слиняли то есть ушли потому ушли в тот же день потому что я поняла что это было невозможно невозможно я бы там не выжила ну сто процентов просто хотя бы из должен быть нормальный психологический фон а там это просто ужас хорошо это ну как нашла врача я же знаю что ты нашла очень как я долго тяну да вот такая театральная пауза заполнены мои болтовни и все все по делу все хорошо я же к этому и веду что мы вышли такие сели на пенек сидим я плачу попутно обзваниваем всех просто всех подряд кого знаем всех людей связанных с медициной в том числе я звоню своей подружке которая работает в акушерстве гинекологии имени снегирева я не поражала третьего ребенка говорю анюта грю такая ситуация случилась она говорит слушаю у нас прекрасный есть стационар в тезиопульмонологии лежать туда может они тебе помогут и мы приезжаем в клинику на достоевского конечно там совершенно другая обстановка все-таки это научно-исследовательский институт все-таки это бомжи туда не везут может быть везут но я их там не видела вот и мы попадаем на прием к заведующей которая говорит вот так смотрит на него говорит девочка ты вообще просто ты попала по адресу я тебя сейчас познакомлю с профессором у которого допуск есть оперировать онкологических больных вот это фантастическая история конечно да потом узнали что таких всего два по моему или три в россии что какая-то цифра такая причем в москве насколько я знаю всего один вот этот гиллер дмитрий борисович дай бог ему дай бог ему здоровья недавно кстати звонил мне три года спустя так переживал он звонил спрашивал как ты вот и особенно да и все у меня посмотрел искал все отлично там послезавтра оперируем и рда мы стоим таких как а это как готовится там а что он какие-то документы бумажки собирать он ты ничего не надо а квоты квоту горит я сам сделаю по моему изгать не будем ничего придумывать как я все сделаю сам это была очень очень тяжелая одномоментная операция до семичасовая очень тяжелейшая и он ее провел настолько виртуозно что как выходил врачи которые вместе с ним оперировали мне потом рассказывали что они говорят мы даже отворачивались как просто он вообще на грани фолы все вот это вот прям вот он не манипуляторами как обычно он руками и это было грандиозно вообще ничего не понимаем манипуляторы руки но но сейчас ты рассказываешь а у меня все внутри сжимается но выходило тяжело но и кира прорвался ко мне в реанимацию я не могу в реанимацию вот но он это любовь ты знаешь ну во-первых слава богу что у кирилла вот были деньги от того как раз проекта он заработал на котором мы встретились вот у нас были деньги и поэтому была одна или две палаты на всю больнице платные то есть ты лежал в платной палате платной палате я со мной жил там кирилл на столе две кровати и кирилл поселился со мной ухаживал за тобой все ухаживал за за мной да он ну днем он работал приезжала мама на смену с утра моя приезжала сестра приезжали подруги вечером он приходит приезжал и всю ночь там надо мной тряс сколько ты пролежала я пролежала полтора месяца после операции очень тяжело приходила в себя две недели вообще выпали из памяти и ничего не помню было ужасно больно и выносимо каждой манипуляции каждой перевязкой и меня вперед ногами выносили из этой комнаты где все это дело проводили а потом началось лечение уже химия химиотерапии я знаю что ты только закончила химия меня стали капать на второй день это против онкологии или против туберкулеза против туберкулеза причем ее стали капать это конечно случай из ряда вон вообще обычно химичит таблетками не стали капать я вся ходила у меня красные слезы текли настолько она была ядреная просто красного цвета все бы там кровь из носа стекла вообще ужасно было вот полтора месяца я пролежала причем онкологи вообще вообще никто обо мне не вспомнил никто и в какой момент не в какой момент не вспоминали обо мне ты сама ну естественно я сама и мы выписались я еще очень слабая была и только там спустя два месяца после операции получается и немножко очухалась и думаю наверное надо как-то к онкологам показаться может какое-то лечение надо дальше продолжать я прихожу к мы приходим к онкологу а и такие ты живая что ли ты к тем же онкологом пришла да к которым обращалась изначально или да да пришла к тем же они были удивлены они были удивлены да вот так вопреки всему несмотря на что благодаря любви хорошим докторам мы приходим и говорим да мы собираемся еще жить долго да да на зло с рекордом да ну потом началась следующий этап катаваси это поиск химиотерапевта потому что никто не знал как одновременно химичить туберкулез и онкологию потому что как мы помним два напагониста химичить у всех кто прошел через это именно химичи химичи да вот единственный нашелся смельчак это доктор бычков юрий маркович я работаю рентген радиологии вот вот куда ты приходила да да он согласился сделали мне там два курса вот после второго даже уже после первого курса стало стало ясно ясно что дело пахнет керосином после второго курса вообще мне поплохело и стало понятно что надо менять надо менять я уже не помню каким образом мы по ее попали в ронс блохина попали к академику леченицеру к жуковой марине не помню как ее отчество то есть там пересмотрели собрался консилиум целый да поменяли мне химию ну то есть протокол лечения но взять к себе отказались нет 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 из-за туберкулеза да из-за туберкулеза которого не было уже из-за химиотерапии которая была одновременно понимаешь да никто не хотел брать на себя ответственность потому что я могла кинуть копыта грубо говоря в любой момент и то есть угроза был бы виноват во всем этом операцию прошли начали лечение угроза еще была еще не проходил наташ ну вот я хочу вот к этому моменту вернуться то что когда ты болела туберкулезом ведь никто из твоих родственников все проверялись и никто не заразился то есть мы должны обязательно сказать что все живы здоровы и никого эта болезнь больше и не постигла все трое все моих трое детей дочка кирилла кирилл мои родители все здоровы тоже как бы вот странный случай казалось бы это самая передаваемая болезнь ну как как сказать странный случай мне в те в те в те в те в те говорили о том что чтобы заболеть туберкулезом это надо еще постараться а потому что ну должно совпасть много факторов до чтобы там потому что носители почти 90 процентов населения носители палочки коха но люди у как то которые действительно заболевают их на самом деле не так-то много ну вот если ну да сравнивать с другие хорошо что хорошо что вот все сложилось таким образом что окружали тебя люди которые все вот время были с тобой они остались здоровы поддерживали помогали скажи пожалуйста а вот ну ты такой борец вообще конечно по жизни то с чем ты столкнулась мне это даже хотя я перенесла анкл но мне сложно представить вот то что пережила ты даже представить сложно и не надо и не надо да не надо где ты находила силы для того чтобы справиться вот ну я не знаю как это назвать это даже не проблема это больше чем проблема где откуда брала оленька ну я всегда говорю об этом я в этом убеждена что один в поле не воин да будь я трижды да с каким-то титановым стержнем внутри человек не может в одиночку может быть есть такие супер гиганты которые в одиночку справляются я не знаю вот и я не знаю ну то то что какой-то во мне стержень есть это я узнала совершенно случайно вот я не знала об этом я думала что я такая слабая такая все несчастные думаем да и тут откуда ни возьмись какой-то стержень внутри какой-то кремень образовался вот а самое главное это невероятная поддержка кирилла это первое любовь это сумасшедшая любовь это сопереживание сочувствие это понимание всей ситуации изнутри и он не уходил от от проблем да как часто бывают мужчины убегают они не то чтобы там разводятся отстраняются они отстраняются потому что ну психология да и не понимает что делать и не понимает что только мужчина даже женщины теряются близкие женщины там сестры там какие-то еще так да а у меня во первых во первых это первое это кирилл второе это конечно мои родители третье это родители кирилла которые приняли не только меня со всеми моими проблемами приняли моих детей приняли вообще в семью окружили такой заботой и просто один небольшой такой знаешь штрих портрету когда меня кирилл привез после второй химии мне было очень плохо привез меня к себе домой а мы познакомились на самом деле просто накануне уже после операции с родителями кирилла и кирина мама ухаживала за мной просто как за самым близким человеком я этого никогда не забуду и это просто потрясающе но представь любую редкость потому что ну представь любую другую маму который единственный сын который встретил женщину с тремя детьми больную раком и туберкулезом но мамы будут стоять волосы дыбом и она это как минимум за руках ну как как это как минимум да как максимум вообще глубокий человек мама кирилла душевный до родители потрясающие папа у кирилла совершенно невероятный мужчиной в общем смотри наташу вот эту тура и она тебя она тебя открыла огромная но не огромная пусть но столько вообще крутых наверное людей вот реально крутых 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 душой а что было с верой вот на тот момент да как 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 обстояли дела ну многие же приходят к богу момент я всегда я не вот не воцерковленный человек вот в таком смысле общее человеческом но всегда помолиться за что-то это я завсегда рада и и раньше всегда молилась за детей когда они болели за себя молилась всегда у меня иконка со мной но перед перед тем как вот начать химию от рака я специально съездила я подумал что так будет наверное правильно съездила в церковь николая чудотворца она находится в московье старинная церковь и получила благословение у батюшки который считается таким вот кровителем больны правильно лечить да а сама вот я я например перед операцией вот мысленно все время все время разговаривала с богом у меня какие-то вот диалоги были но лежишь в больнице там или после операции когда тяжелый вот эти вот 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 такое вот было что да конечно было во первых мы перед перед операцией мы с кириллом объездили ездили к матронушки ездили на кладбище к матронушки по всем монастырям что просила потом что просила что просила вот сейчас у меня это есть вот просила естественно сил нам всем нам с кириллом пережить это чудовищное мероприятие которое предстоит потому что ну непонятно было как вообще сложится просила сил для кирилла в случае если вдруг у меня было я справлюсь сразу было все время одна и та же направь на путь истинный ну я это мне просил жизни не просила здоровья я все время просила направить на путь истинный мне везло все время я даже думаю то что вот мне посылалось казалось бы вот ну невероятно там пауэрлифтинг и брак груди до несочетаемые вещи и я думаю что вот это вот пути господни мне так кажется вот ты думаешь помогло но ведь тоже как бы такие вещи никому не удалось да вот из двух этих случаев которые ты знаешь а вот и тебя я могу тебе сказать только одно одно когда я лежала уже в состоянии там отказа почек отказ и все это было когда это было на тоже было после четвертой химии а раковой вот когда стало понятно что клиника клиника в которой я лежала круглосуточно это частная онкологическая не не справляются вот состоянием с моим состоянием и я лежала и молилась я целыми днями молилась я молился ждала кирилла с работы мне казалось что если я его дождусь то я точно вот ночь переживу вот а если не дождусь то наверное не переживу боже мой вот и я молилась приходила в себя отключалась потом я помню молитвы ну какие были господи дай мне сил господи пожалуйста дай мне сил прости меня пожалуйста за все дай мне сил пожалуйста господи вот так вот это единственная по моему была такая вот мысль у меня которая постоянно вертелась в голове вот но самый по моему самый пик наступил в ночь с 31 декабря на 1 января вот с 15 на 16 год когда я реально лежала умирала уже мама сидела у меня привезли домой но все меня выписали то сказали все как бы все заканчиваем вообще а нет это было после 3 химия у меня уже хронологии я буду но неважно короче это был новый год я лежала подыхала два года назад получается с 15 на 16 3 года назад 3 года назад я лежала помирала и мама сидела ревела и и уже вообще непонятно было что происходит я лежала в себе меня так подняли к столу припроводили это немножко пригубило и опять спать но и опять же вот всю ночь я лежала и думала о том что господи спасибо господи спасибо господи спасибо так хотелось жить до хотелось жить и было очень страшно от того как дети будут как останется без меня кирилл у тебя огромное количество зацепок было за жизнь как останется мама как родители останутся как дети вообще что с ними будет такие как вышло что произошло чудо да нет просто мне определили потом подключился фонд прав мира вышли на кирилла и сказали давайте не будем мучить девочку давайте мы ее бронс положим в хорошую клинику вот и там пусть ее немножко поддержат уже решат мне еще предстояло еще два блока химии антираковой против рака вот и нужно было понять можно ли ее делать и если делать то только в условиях реанимации вот чтобы сразу подхватить случае чего ухну терпелась ты наташа вот и я легла в нейрови ту и там опять состоялся очередной консилиум была жукова был леченицер был давыдов то есть достаточно много докторов ну и академики до необычной да были академики все смотрели такими глазами самое главное то что ты сейчас перед нами мы тебя видим да слышим глаз у тебя горит полыхает зеленым да а как складывались вот на тот момент отношения с родными и близкими круг общения у тебя изменился конечно изменился он стал такой большой то есть у тебя то я не я не успевала отвечать кирилл был моим личным секретарем отвечал на телефонные звонки на письма которые шли валом на фейсбуке то есть помощь шла со всех сторон а тебе не все получается делали по омс еще подключались люди почему что нужно было приобретать кроме всего прочего у меня была поливалентная аллергия которая ну просто на все буквально то есть химию тебе было сложно подобрать правильно было сложно подобрать химию и что же химическим нужно было например от туберкулеза очень хорошими очищенными швейцарскими препаратами которые не входят в мс конечно которые стоят очень больших денег они наши вот копеечные которые бесплатно выдают и сколько в итоге у тебя ушло на лечение это мне даже страшно эту цифру говорить я с учетом того что еще были по ум и с процедуры правильно же или до рация по ум и была в сущности было мы была только операция по ум и с все остальное было за деньги потому что платные палаты лады и содержание все были препараты платные вся химиотерапия была платная привозили ее отовсюду из израиля из германии потому что это рекомендовали врачи это химиотерапевты сказали давайте-ка мы сейчас не будем и и в итоге сколько же ушло почти 6 миллионов рублей боже мой ну спасибо большое тем людям которые собирали который фонду на мне тем кто помогал я до сих пор я пишу пишу всякий раз благодарственные посты но они на словах даже меня сказочнице сложно выразить состояние души которые вот те чувства благодарности какой-то большой человеческой любви к людям которые присылали даже бывало такое по 10 рублей и писали простите что так мало но вот сколько можем наташ скажи пожалуйста вот прошла огромный путь лечения и наверное понимаю что какие-то ошибки были допущены или нет но вот с твоей стороны были вот чтобы если бы у тебя была возможность откатить назад чтобы ты изменила или все сложилось ты знаешь все сложилось так как надо то есть у тебя вот потому что ну нет судя по тому что я жива да то есть никаких ошибок я после такого лечения сижу разговариваю с тобой приехала не на инвалидной коляске все сложилось как надо потому что я очень по я по разным врачам ездила мы с кириллом искали разных онкологов потому что мало кто хотел дальше меня вести это очень тяжело здесь тогда есть все сложилось так как надо а вот с чем ты столкнулась с какими трудностями какие недостатки может быть медицинской нашей системе существуют которые могли бы наверное облегчить жизнь многим людям которые столкнулись с этой проблемой и заболели вот какие недостатки вот что больше всего мешало вот информации хватало информация вся информация шла от кирилла и из интернета то есть искали сами искали сами в онкологический диспансер я попала уже после лечения всего в районный приехала только чтобы встать на учет потом я знаю у тебя есть проблема у тебя ты не смогла разработать руку правильно да руку не смогла разработать как ты думаешь вот могли тебе помочь изначально направить вот случилось бы это стал бы ты ее разрабатывать на тот момент после операции дело в том что после вот мастектомии легочной операции резекции легкого мне не то чтобы запретили мне сказали не трогай руку у тебя здесь торчит 6 трубок а сколько у тебя трубки торчали по времени полтора месяца полтора месяца да и если хоть одна из них выскочит да то будут проблемы ну ты знаешь наташа у меня рука не поднималась два месяца я тоже ее не могла разработать и я только через два месяца начала разрабатывать свою руку наверное для наших зрителей скажу что проблема связанная с онкологией с раком груди заключается в том что у нас удаляют еще лимфоузлы из подмышечной впадины и при после этой операции надо обязательно разрабатывать руку иначе она просто к туловищу можно сказать перерастает и подвижность теряется то что сейчас случилось с нашей Наташей да случилось у меня удалили очень много лимфоузлов в подмышке в грудной в груди в легких легочные я вот про легочные ничего не знаю я знаю что лимфоузлы тоже живые подмышечные 18 штук удалили у меня 13 13 мне вот удалили 18 и слава богу все они были чистые кроме четырех которые были поражены туберкулезом то есть метастаз у тебя получается не было ну и химичили по полной программе от онкологии да а какая стадия рак была в итоге поставили вторая стадия но третья степень злокачественности напутали с ИГХ с иммуногистохимией ты делала пересмотр стекла да пересмотр я делала спустя три года вот а на тот момент я поверила что у меня тройной негативный рак а на самом деле 67 20 процентов а на самом деле 67 73 процента то есть степень агрессии гораздо выше гораздо выше чем боже мой то есть 20 и 73 да то есть вот для опять же для тех кто не в курсе очень скорее всего многие в курсе то что рак бывает разных видов и у наташи был ну такой не очень благоприятная совсем не благоприятная но при этом мы победили и планируем жить дальше мы планируем жить дальше какие же планы на жизнь какие планы на жизнь а можно еще одну ремарку да да вот мы ездили в питер есть там замечательный онколог она по всем профилям она все очень умные и такая вот прям доктор хаус в юбке я ее называю доктор некрасова анастасия викторовна она когда она очень хорошо знает туберкулез и очень хорошо знает онкологию вот она еще один человек получается да да очень жаль что мы не у меня были не у меня были но в конце концов она говорит боже мой врачи когда тебе химичили они не понимали что они делают из-за неозит который я принимала от асс основной препарата туберкулеза и препарат платины карбоплатин который мне капали от рака они несовместимы они имеют летальный исход если их применять вместе поэтому тебе было так плохо да да и чудо что ты не толк не просто вот как бы живо осталось во что ты не в инвалидном кресле потому что люди но это как это просто не вам но это этого не бывает это с одной стороны а с другой стороны два курса платины которые мне сделали спасли мне жизнь потому что три тройной негативный рак он очень хорошо реагирует на платину то есть сделали хотя бы два курса и это очень сильно повысило шансы на выживаемость сказочная история будешь будешь расти деток потом еще внуков вот и радоваться тому что стопы рядом кирилл да вернемся к планам на жизнь теперь можно вернуться давай план на жизнь но буду писать сказки буду писать сказки мне это интересно это твой приоритета это сейчас мой приоритет хочу очень хочу развить это дело вообще отточить свое мастерство сказочницы вот это первое второе вот про второй про второй план я даже рассказывать не буду настолько он грандиозный настолько вот сейчас мне он кажется мало осуществимым что это же говорится почему я я 150 килограмм хочу поднять хотя 110 еле еле оторвала так что давай я я не стесняюсь говорить просто 50 может быть и и 170 но у меня еще планы с рукой мне все-таки будут делать операцию на руку потому что не удалось разработать уже прошло три года мне предстоит большая микро хирургическая операция микро это это да это серьезно это серьезно все пучки нервов которые мне удалили также удалили большую грудную мышцу это все нужно со спины будут лоскуты а то есть это еще и восстановление да то есть реконструкции не будет сначала сначала просто сделают подвижной руку чтобы она путь к восстановлению это будет когда к восстановлению плюс еще сдала анализы на генетические всякие глубокие пороки вот потому что слишком уж картинка не складывается но я надеюсь что я почти уверена что все будет хорошо и я пройду пройдя вот через 33 каких-то 33 мучения приняв да теперь уже точно должна быть все хорошо ну да учитывая что в марте 18 года была еще одна операция было предраковое состояние но практически что это еще было в матке нашли атипичные клетки и поймали на ранней стадии на ранней стадии и ну химии уже не было химии уже не было а что они показывали вот эти атипичные клетки это не раковые клетки были раковые раковые да но это другой рак другой рак не связанный с раком груди потому что при тройном негативном который у меня все-таки форма она не дает метастазы тудку не дает то есть это зрел отдельный рак такой взял себе и зрел и мы совершенно случайно нашли абсолютно наташ а вот но пройдя вот такой путь больше трех лет уже получается да да система ценности поменялась да в какую вот что было раньше важным что сейчас ну в каких-то ну естественно сейчас я уже не обращаю внимание на всякие бытовые мелочи которые раньше выводили из себя вот там я не знаю пробки там вечный какой-то вечный цвет нот на работе что-то что-то вот не получалось я постоянно злилась нервничала сейчас этого нет вообще отращиваю в себе огромный дзен протирают третий глаз запылившийся вот и конечно поняла ну наверное как все онкологические больные что нет ничего ценнее жизни вообще ничего ценнее собственной жизни только до жизни своих собственных детей и близких но в случае когда сама болеешь это гораздо проще гораздо потому что надеяться только можешь на себя да вот как ты себя вот возьмешь в руки но все подка но кажется что все под контролем на самом деле это кажется только что у нас этот контроль естественно только кажется ну ну рак не стараться а рак не страшно рак нет рак не страшный если его вовремя поймать наверное так скажем а для того чтобы вовремя его поймать я всегда за гипердиагностику всегда хотя доктора и говорят что да хочешь найти что-то найдешь но еще раз повторюсь если бы я успокоилась на диагнозе фиброаденома и вообще я бы через год мы бы тебя не видели это точно ну собственно через год бы ты может быть уже и не дошла бы но как сказали каверна уже была в легком в таком состоянии легкая распадалась твой ангел хранитель по большому счету он тебя сначала застал к врачу потом за заставил перейти дорогу и и перепроверить вообще конечно да потому что я анализирую частенько анализирую думаю что я бы наверное успокоилась такая отлично и многие бы успокоились даже обрадовать да если вот вот подытожить наш разговор вот чтобы ты посоветовал нашим зрителям и зрительницам пожалуйста никогда не сдавайтесь как бы ни было тяжело просите о помощи не держите все это в себе я не знаю если есть возможность выходить в социальные сети рассказывайте о своих проблемах пишите об этом просите советов сейчас слава богу полно онкологических групп онкологических чатов где можно получить самую разнообразную информацию да и получить совет когда заболела я я об этом даже не знала что есть вообще такое маму тогда такого и не было вот поэтому нам приходилось мне приходилось только на кирилла рассчитывать большому счету когда ты вот начала узнавать о всех чатах спустя какое время от сколько тебе пришлось ну где-то на году в семнадцатом семнадцать до семнадцать как раз вот основные движения пошли в это движение пошли да я совершенно случайно попал на пациентский какой-то вот семинар форум до конгрессы проводятся я опять вообще кто в лес к я по дрова почему я же все-таки девочкам хотела до милым давай сказать что я за гипердиагностику всегда если что-то вам кажется женская интуиция это великая вещь если вам кажется что что-то не так в организме надо обследоваться надо искать врачей хороших хотите пишите мне напрямую на фейсбуке наташи ростова всегда могу подсказать можно бы я поступил да можно и конечно не отчаиваться и отчаиваться следить за собой еще потому что у меня был симптом целый год был симптом который я списывала на но усталость трое детей школы там спортивные секции у меня была чудовищная усталость это вот единственная думаю ну это нормально да но в наше время да особенно в мегаполисе когда живешь когда работаешь а выяснилось что это был единственный симптом который говорил о чем о раке или туберкулез а вот что там было первично что вторично уже никто не узнает в общем любите себя это самое важное когда любишь себя никогда не дашь себе пропасть ну и любовь к ближним тоже не нас наверно пропасть на зацепке же когда себя любишь любовь ближних к тебе и ты отдаешь больше мышка да и это справедливо это же мнение мне немного почему нет да чем больше получаешь тем больше ну пока не я говорю про себя ну конечно больше я получаю любви тем больше я могу это любви отдавать закон сохранения энергии да что хочу спасибо большое наташ это вообще был конечно потрясающий рассказ я наверно тоже хочу какую-то такую яркую сказку пока еще не решила мы с тобой отдельно об этом поговорим без проблем да вот а нашим зрителям хочется сказать вот посмотрите какой был пройден путь и человек не отчаялся ни разу не сложил вот руки шла вперед маленькая хрупкая женщина но ее поддержали близкие она не замкнулась не закрыл себе может быть вот это такой пример как надо по настоящему бороться с проблемами как надо себя вести правильно ну и в общем никогда не сдаваться всем спасибо что были с нами надеюсь вам были сегодня очень полезны